Близится день, который стал одним из самых значимых в истории Великой Отечественной войны. 5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. Солдаты нашей армии противостояли немецким войскам, не дав им прорваться к сердцу нашей страны, к столице, к Москве. Участники тех событий навсегда запомнили те бои, жестокие, беспощадные. Мало осталось свидетелей той войны, и тем ценнее воспоминания тех, кто еще жив. Память о Великой Отечественной войне будет жить, пока живы ее свидетели. Те, кто огнем и мечом добывал свободу нашего народа. Те, кто рыл окопы и помогал раненым. Те, кто стоял у станка. Сегодня их осталось совсем немного, а потому воспоминания каждого бесценны. Ивану Николаевичу Косареву в 1941-м было 19 лет. Я жил в Москве в 1941-м. В армию пошел добровольно. Война в июне, а я в июле пошел. Был на обороне Москвы. Мало что помнит сегодня ветеран. Все-таки десятый десяток пошел. Но рассказывает, страшно не было, когда шел в первый в своей жизни бой. Мы шли добровольно. Ни страшного не было. Ну, у нас этот политрук там засчитывал нам, как враг отступает туда-сюда. Мы шли просто, я не знаю, никакой войны не знали. Нет, ну, знали, а не боялись. Самое яркое воспоминание – ранение. Иван Николаевича направили на Калининский фронт. Февраль 1942 года. Бои за Андреаполь, Нелидова, Асташкова. Эти бои оказались для нашего героя последними. После госпиталя Ивана Косарева признали годным кнестроевой. Я сидел, эти потники делал. Ну, вот так сидел и в станок пропускал. А потом нас направили в Башкирию. Так до конца войны Иван Николаевич нес трудовую вахту. Победу встретил на Донбассе, трудясь на одном из заводов. В тех краях позже встретил свою супругу Александру Стефановну, с которой вместе уже 67 лет. Во время войны она молоденькой девчонкой помогала раненым в госпитале. Привезу его на раненых. Она мне была 16 лет. Кричит. Моя сестричка, помоги, а он весь раненый. А мы сидим около него плачем. Как нам помогать? Было страшно. Говорят, время лечит. Но есть вещи, о которых забыть нельзя и от которых вылечиться невозможно. Потому и плачут ветераны, вспоминая свою юность, суровую и героическую. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Елена Кушелева, Видное ТВ.